Здравствуйте, я Аполла Виктория, и это поучительные сказки. Для начала я бы хотела поздравить тех наших дорогих и любимых мам, между народным днём матери. Я хочу рассказать вам рассказ маминой руки. Был ужасный и нехороший день. Маша целый день капризничала, ссорилась с бабушкой, не хотела учиться читать и писать буквы в тетрадку и убираться в комнате, а сидела в углу и хлюпала носом. Когда пришла мама, бабушка нажаловалась на Машу. Целый день, мол, девчонка капризничала, никакого склада с ней нет. «Что же с тобой, дочка, произошло? Не заболела ли ты?» спросила мама и положила на Машину лоб руку. Руки мамы были удивительные. Тёплые, немного шершавые, но добрые. Но Маша в этот раз скинулась в голову руку мамы и сказала, «Фу, мамочка, какие у тебя руки нехорошие!» Мама удивилась и восмутилась. «Вот тебе дочка называется. Столько лет жили и дружили, а сейчас нехорошая стала. Чем же тебе мои руки не нравятся?» Мама с удивлением рассмотрела свои руки и сказала, «Обычные руки, рабочие, ничего уж с ними не поделаешь». И ушла в ванну мыться, закрылась на крючок. Маша стала жалко маме и стыдно за то, что она её обидела. И она бросилась к маме, хотела измениться, но бабушка её остановила. «Сиди!» – грозно сказала она. «Сиди! Обидела маму ни за что. Руки у твоей матери золотые. Все убежали, что материнскими руками добро сделано на десять таких, как ты. Мама, как полотно, которое плева, можно полу земли им услать, а ты говоришь, руки нехорошие». «Я не хотела её обижать», – сказала Маша и расплакалась. «Не хотела, а обидела. Так тоже, мама, да языком с вами поглядывать надо. Мать твоя не белоручка, а работница. В этом нет ничего плохого. Я бы на её месте тебе бы дала горячих, уши бы надерла». Вдруг в комнату вошла мама и слышала, как ворчит бабушка и плачет Маша. «Не стыдно тебе?» – ещё и бабушку обидела, – возмутилась мама. «Я бы на её месте», – сказала мама, – «и не успела закончить, как её перебила Маша». «Знаю, знаю», – сказала Маша и бросилась обнимать маму. Мама сказала, – «ничего-то ты не знаешь, а если знаешь, то говори». Маша сказала, – «ты бы на её месте мне уши надерла». «Я твои руки обидела». «Ну и надеру», – сказала мама, – «чтоб не обижала». «Бабушка сказала, что на твоём поместье она бы в них уже давно надерла, а на своём вы обе не можете». Бабушка и мама переглянулись и засмеялись. Ребята, как вы думаете, поняла ли Маша свои ошибки? В чём была ошибка Маши? Поздравляю ещё раз всех мамочек с международным Днём Матери. Это были поучительные сказки. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»